Быть в Доме Божьем — это привилегия. И я хочу поприветствовать вас с Днем Субботним и присоединившихся к нам в Спасенных, чтобы служить по миру. Когда мы будем проводить время в молитве, я хочу попросить вас, чтобы вы обратились к Господу с просьбой сделать что-то особенное для вас сегодня. Сотворить чудо вашей жизни сегодня. Отец Небесный, эта привилегия склонится в твоем присутствии в это время. Не позволь нам тратить время впустую, чтобы мы не огорчили Духа Божьего. Пусть наши мысли и желания наших сердец будут угодны в твоих глазах. Здесь есть люди, которые присоединились к нам впервые. Только Дух Твой Святой может дать обличение, убеждение в праведности. Соверши чудо нашей жизни сегодня для тех из нас, которые приходят сюда постоянно и присоединяются к нам в онлайн Спасенных, чтобы служить. Я молю о возрождении и преобразовании наших сердец. Благослови нас на это время, когда мы будем углубляться в Слово Твое. И когда мы будем закладывать основания, дай нам осознание того, что Твое Второе пришествие при дверях. Я молюсь за детей, чтобы они могли получить урок и держаться за него. Благослови нас, мы молим, питая нас свежим хлебом из небесной пекарни. Наша молитва во имя Иисуса Христа. Аминь. В Откровении главе 14 Библия показывает нам Вечное Евангелие. И в этом Вечном Евангелии мы находим в стихе 6 Откровении главе 14 Библия говорит «И увидел я другого ангела, летящего посреди неба, имеющего Вечное Евангелие, чтобы проповедовать тем, кто обитает на земле». Вечное что, друзья мои? Вечное Евангелие, чтобы проповедовать тем, кто обитает на земле. И Библия говорит «Каждой нации и племени, и языку, и народу». И стих 9 Я хочу, чтобы все делали пометки того, что буду говорить в этой части урока. Стих 9 – это часть Вечного Евангелия. В нем сказано, что люди будут иметь знак. Будет что? И в Библии от Бытия до Откровения мы находим две группы людей. Одна из них получает знак спасения, а другая – знак гибели. И поскольку мы приближаемся к завершению земной истории, мы приближаемся ко второму пришествию Иисуса Христа, который из двух знаков получу я. Который из двух знаков получите вы. И первый знак, на который я хочу обратить ваше внимание, находится в Иезекииле, главе 9, стихе 4. Библия говорит, «И сказал ему Господь, пройди посреди города, посреди Иерусалима, и поставь знак на челах людей, воздыхающих и вопящих изо всех мерзостей, делающихся среди него». Эти люди не получают знак гибели. это знак спасения. Потому что они воздыхают и вопят изо всех мерзостей. Они не практикуют, не поддерживают, не спонсируют отступничество. А теперь посмотрим на вторую группу в Откровении, главе 14, стихе 9. Мы видим вторую группу, и эти люди не получают знак спасения, но они получают знак гибели. «Если кто поклоняется зверю и образу его и принимает его знак на чело свое и на руку свою, тот и будет пить от вина ярости Божьей». И послушайте меня внимательно. Молодые люди, взрослые, родители, те, кто получит знак спасения от Бога, Библия говорит, «Они не смогут ни продавать, ни покупать». Откровение, глава 13, Библия говорит, стихи 16 и 17. «И он делает так, чтобы и малые, и великие, богатые и бедные, свободные и подневольные приняли знак на правую руку их или на чела их, и чтобы никто не мог покупать или продавать, кроме того, кто имел этот знак зверя, а не знак Бога». Я говорю сейчас, многие погибнут из-за любви к деньгам, которую Библия называет «корень всех зол». Молодые люди, слушайте мне внимательно, я знаю, молодые люди, будьте внимательны, многие люди погибнут, потому что они сосредоточены на этой жизни, их больше волнует их карьера, чем свое собственное спасение. И нам сказано, так как мы приближаемся ко второму пришествию Христа, мы будем лишены всякой человеческой поддержки. Знаете ли вы, что это значит? Желание веков, страница 121. Во время последней схватки с сатаной, верные Богу увидят, что они лишены всякой человеческой поддержки. Что бы под это подпадала? Человеческая поддержка. Это поддержка со стороны правительства. Что если мы сейчас будем нищими, зависящими от правительства, от талонов, социальных пособий? Всякой человеческой поддержки будем что? Закончите. Лишены. Что если родители будут необращенные, взрослые дети необращенные? Всякой человеческой поддержки будем лишены. Кто стоял за Христа? Не один. Не один. Будем лишены всякой человеческой поддержки. Разве у Христа не было учеников? Сколько людей Иисус исцелил? Однако, когда был задан вопрос, кого мне отпустить, в Араву или Христа? Сколько тех, кто был исцелен Христом, сказала, «Отпусти Моего Спасителя, отпусти Моего Врача, отпусти Моего Медико-Миссионера, отпусти Моего Творца». Не один. Он был лишен всякой человеческой поддержки. И здесь об этом сказано. Но есть обетование. Хлеб будет дан, и вода не иссякнет. Исайя, 33 глава, стих 16 и 17 и стих 15 «Клеб будет дан, и вода не иссякнет». И Библия говорит нам, что те, кто продают свое спасение за еду и одежду, держатся за работу, за зарплату, за пенсию, за план пенсионных накоплений, «Такие люди испытают на себе ярость Божью». Это откровение глава 14 стих 9 и стих 10. Сколько групп людей будет в последние дни? Прямо перед вторым пришествием Иисуса Христа. Сколько групп? Сколько знаков? Один знак спасения и один знак гибели. А сейчас я хочу поделиться с вами некоторыми текущими событиями, которые подтверждают, что люди уже получают знак во вторичном смысле. И те, кто не согласны с щупальцами, восьмью щупальцами матери всех зверей, они не смогут найти работу. вы думаете, что это было в марте 2002? Это уже прошло. Вы думаете, что это уже прошло, в марте 2021, уже в прошлом, в марте 2022, а мы живем в феврале 2023. Но противостояние продолжается. Что вы видите сзади меня, друзья мои? Маркус, проповедник, спасибо за эту картинку. Это Евангелие в картинке. Аминь. Что вы здесь видите? Это мать всех зверей. Это папство. Мать чего? Я не услышал. И что она навязывала через королей и гражданских лидеров начертания зверя. Начертания зверя. Восемь щупальцев. Денежная система. Лекарства зверя. Мандаты, о которых я сейчас буду говорить. Мандат зверя. Мониторинг зверя. И не забудьте про СМИ зверя. Ум зверя. Служителей зверя. И, друзья мои, купцов зверя. Эти восемь щупальцев матери. Всех зверей ведут к начертанию зверя. Подобно тому, как все дороги ведут куда? Ведут куда? И те, кто отвергают мандаты зверя, что происходит в Нью-Йорке, в нечестивом городе? Заголовок 13 февраля. Здесь сказано. В иске утверждается, что город Нью-Йорк переслал информацию об учителях, сопротивляющихся прививке от Мора-19 в главный правоохранительный орган. Вы видите, вы видите, что здесь происходит? Вы еще не увидели ничего. Отпечатки пальцев непривитых учителей, как сообщается, отправлены куда? С чем? Проблемными кодами. Отпечатки пальцев непривитых учителей, как сообщается, были отправлены в ФБР с пометками проблемные коды, что вызвало возмущение со стороны бывших учителей, потерявших работу из-за мандата. Учителя, отказавшиеся от укола, теперь имеют метку в своих файлах, которая повлияет на их возможность устроиться на другую работу. Погодите. Делают ли метки? Я не услышал вас. Помечают ли их? Потому что они стоят за свободу совести. Их помечают. Так будет и с теми, кто стоит за 10 заповедей, за Божий седьмой день субботний. Они будут что? Помечены меткой на смерть. Будьте внимательны, вы еще не все увидели. Здесь сказано. Меня это возмущает. Поэтому мой первый вопрос к правительству, что я сделала? В какой преступной деятельности я участвовала, помимо отказа от того, что, по моему мнению, было для меня неприемлемым? Слова Красным Ширтом. По моим религиозным убеждениям, я не хотела экспериментировать со своим телом. Так что же здесь преступного? Я не понимаю, почему меня пометили, почему мои отпечатки пальцев послали. Куда? Я отдам вам еще материал. Это совсем не касалось общественного здравоохранения. Да, друзья, это совсем не касалось общественного здравоохранения. Речь шла о наказании тех, чьи религиозные, тех, чьи... Подумайте об этом. Или иные убеждения не совпадают с корпоративными интересами, с служителями зверя, с корпоративными интересами, с купцами зверя, чтобы сделать невозможным протест несогласия. Наши адвокаты, учителей, которых уволили, подчеркивали, что наши конституционные права были нарушены не только тогда, когда впервые появились мандаты, но эти нарушения продолжаются и по сей день. потому что этот проблемный код наложен на нас за то, что мы искренне придерживаемся наших чего? Религиозных убеждений. И когда мы идем устраиваться на работу, что происходит? Отвержение мандата зверя мешает нам получить работу. Разве это не звучит, как предвестник Откровения 13 главы, стихов 16 и 17, что вы не сможете ни покупать, ни продавать, кроме тех, кто получит начертание зверя. Но начертание – это конечная цель. И к чему ведут 8 щупалец? К начертанию зверя. Все дороги ведут в Рим. Один из них – мандат зверя, лекарство зверя. Вот еще, смотрите. Потому что многие думают, что эта история с начертанием зверя никогда не произойдет в моей жизни. Вам нужно пробудиться. Здесь сказано, даже для тех, кто имеет право на восстановление должности, когда они устраиваются на работу, у них проблемные коды. Другими словами, те, кто отвергают мандат зверя, система называет вас проблемой. Как они называли Илью в 3 царств, главе 18? Беспокоящим Израиля. Вы являетесь проблемой для Соединенных Штатов Америки. Вы проблема для Ватикана. как они называли Христа? Вильзевулом. Вы мешаете нам сохранить нашу нацию. И как Христа пометили на смерть? Мы также будем помечены меткой на смерть. Продолжим читать. Личные файлы людей помечены метками проблемные коды, потому что они якобы не выполнили условия контракта. Я хочу задать вам вопрос, когда многих из них брали на работу, было ли это условие вы к контракте? Нет. Обман. Слушайте. Почему у меня на экране две эти фотографии? Справа на экране, в середине красным шрифтом, сказано. Бёрдж сказал DCNF, что, например, одобрение Папой Франциском это мать всех зверей. Звери означают царство. Это мать, царство, мать, церковь так называемая. Одобрение Папой Франциском прививки от Мура-19 значительно затруднило шансы католиков Нью-Йорка получить религиозное освобождение. Что если бы Дейли Кола поместил имя вместо Папы Франциска Теда Вильсона? Потому что Тед Вильсон, президент Генеральной конференции Церкви Адвентистов седьмого дня, поддерживает у Кола от Мура-19. В результате Адвентисты седьмого дня в Нью-Йорке, в Атланте, Джорджио и повсюду не могут получить религиозное освобождение. Вы знаете, что такое было? Вы знаете, сколько людей нам звонило? Посылало имейл со словами «Пожалуйста, дайте нам религиозное освобождение», потому что наша местная церковь АСД отказывает, говоря, что они не дадут ни одного. И однако же те же местные церкви АСД говорят «Принесите все десятины в хранилище, чтобы в доме моем была пища и испытайте меня». Так говорит Господь. Не открою я окна небесные. Когда вы сами не помогли вашим членам церкви сохранить работу, тогда как они получат зарплату, чтобы принести вам десятину приношения? обман за обманом. Это наемники, змей в доме. Продолжим читать. Далее сказано. Городу, кстати, руководитель этой деноминации говорит, что мы по-прежнему доверяем и поддерживаем мандат зверя, лекарство зверя. Слушайте, все эти щупальца ведут в Рим. К чему? К начертанию зверя. Городу не нравилось, что некоторые люди возражали против вакцинации по религиозным убеждениям, и они наказывали их за это. Друзья, сколько людей откажутся, сколько будут возражать, отвергать воскресное поклонение, на каком основании? На каком основании? На библейском? На каком основании? На религиозном? Основании. Как вы тогда сможете удержаться на своей работе, чтобы покупать и продавать? Назревает кризис. Уже видны пузырьки. Вот-вот забурлит. На экран. Слушайте внимательно. Голубым шрифтом. Кейн также написала, что отправляя биометрические данные о непривитых учителях в ту организацию, учителей Нью-Йорка настраивали на то, что их будут считать правыми экстремистами и даже террористами. Да, и нам сказано, что такое будет. И, кстати, сколько из вас ходило к своему врачу и вас там спрашивали, вы сделали укол от пандемии Мора-19? Если бы вы сказали нет, они пометили бы вас ваш файл кодом. Об этом здесь сказано. Американские врачи используют новый платежный чек, чтобы отслеживать невакцинированных пациентов. Это за 3 февраля не 2020-го, а 2023-го, друзья. Ставят ли метки на людей? Подобно тому, как людей помечают метками сейчас, что происходит на небесах? Готовится ли Бог поставить последний знак на отдельных людей? Какой знак я получу? Я остановлюсь здесь. Я вернусь к текущим событиям. Но я хочу помочь тем людям, которые слушают это в первый раз. Как мне в этом разобраться? С этим наказанием, с ограничением свободы. Как мне в этом разобраться? Отправьтесь в это путешествие со мной. Как Павел обычно говорил, следуйте за мной, как я следую за Христом. Самый лучший способ понять то, что вы только что услышали, это в контексте великой борьбы между Христом и сатаной. Между кем? И Библия говорит в Откровении главе 12, в стихах седьмого по девятый, что на небе была война. Что было на небе? Что, друзья мои? Между Христом и сатаной? Война, говорит Библия, спустилась на землю. Это Откровение 12 глава, и стих 12. И из-за чего развязалась война между Христом и сатаной? Скажите мне, те, кто знают. Давайте скажем тем, кто здесь впервые и присоединились к нам впервые, по вопросу поклонения. И какой текст об этом говорит, что между Христом и сатаной? Это Матфея, глава 4, стихи с 8 по 10. Что сатана сказал Христу? Слушайте, ибо я забью гвоздь в нужное место. Возлюбленные, что вы только что услышали в текущих событиях? Послушайте, что Библия говорит в Матфея, главе 4, стихах с 8 по 10. Сатана показал Христу все царства и славу их. Сказал, все это я дам тебе, если ты что? Пойдешь и поклонишься мне. Вы видите, какой контекст теперь? Вы не сможете ни покупать, ни продавать, если не будете поклоняться воскресеньям. Воскресное поклонение не по Библии. Воскресное поклонение это не день Господень. Воскресное поклонение не имеет ничего общего со Христом, но имеет дело с сатаной и антихристом. Но вы не знали до этого ничего лучшего. На времена вашего неведения Бог закрывал глаза, но когда приходит истина, Он ожидает покаяния, Он ожидает преобразования, перемены. Это все связано с поклонением. Идем со мной к Исайе, главе 14. И некоторые из вас, я знаю, любят Иисуса, но Он говорит, если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. И в воскресенье, первый день недели, Его нет в заповеди. Посмотрите со мной, Высайя, главу 14. Но никто не будет спасен только потому, что соблюдает заповеди. Нет, нет, нет. А потому что отдал все Христу из-за любви к Нему. А послушание – это плод любви. Послушание – это плод любви. Сказано, дети, если вы любите ваших родителей, слушайтесь их, Господи. Итак, почему дети будут послушны своим родителям? Почему муж будет любить свою жену? Почему жена будет любить своего мужа? Из-за чего? Из-за любви. Вам это понятно? Что будет причиной нашего послушания? Я вызываю вас, друзья, из воскресного поклонения. Исайя, глава 14. Посмотрите на стих 12. Слушайте внимательно. Библия говорит в стихе 12, что Люцифер упал с неба. Это стих 12. Интересно, почему? Стих 14 говорит, потому что Люцифер, который стал сатаной, хотел быть подобен кому? Подобен Богу Всевышнему, подобен Иисусу Христу. Посмотрите на стих 13. И Библия говорит в стихе 13, что план сатаны вознести престол свой выше Божьего престола. Подчеркните это. Да, коварный обманщик, главный мятежник. Сатана желал вознести престол свой выше Божьего. Когда вы осложите слово престол, какие мысли приходят к вам по этому поводу? Престол? Царство. Это значит, что план сатаны действовать через царство, царей, премьер-министров, президентов, канцлеров и даже через принцев на Востоке и также в Европе. Посмотрите на стих 13. Библия говорит, что план сатаны сесть где? На горе собрания. Когда вы слышите слово собрание, что приходит вам на ум? Церковь. Вы видите престол собрания, вы видите государство церковь. Это был план сатаны. Каждый престол имеет закон. План сатаны возвысить свой престол выше Божьего престола. Идем к Псалму 93. Посмотрите на стих 20 Псалма 93. Будет ли престол беззакония? Это престол сатаны. Беззаконие – это грех. Это престол сатаны. Будет ли престол беззакония иметь общение с тобой составляющие зло посредством закона? Итак, что выйдет с сатанинского престола? Закон. Какой это закон? Какой бы это ни был закон, он приведет к преследованию невиновных верных детей Божьих. Посмотрите на стих 21. Что говорит стих 21, друзья мои? Здесь сказано, будьте внимательны. Собираются они вместе против кого? Спасибо большое. Души праведного. Души праведного. И осуждает кого? Кровь невинную. Престол сатаны выше Божьего престола. Сатанинский закон выше Божьего закона. Посмотрите на противостояние. Божий закон – это закон свободы. А какой закон сатаны? На что указывает сатанинский закон? Какой антоним слову «свобода»? Противоположное значение. Плен. Спасибо. Рабство. К чему вел закон сатаны? Куда ведут щупальцы сатаны? К плену. Рабству. Как осьминог используют своих щупальцев, чтобы схватить свою жертву. Вам этот момент ясен? Идем к Якову главе 1. Посмотрите на стих 25. Божий закон указывает на свободу. Это Якова глава 1 и стих 25. Якова глава 2 и стих 12 говорит. Божий закон – закон свободы. Итак, что есть престол сатаны? Закон сатаны. Это значит, что сатана будет действовать через правительство, через царство, города, округи, штаты, чтобы захватить в плен Божий верный народ. Если это ясно, скажите «Аминь». 2 Петра, глава 2, Библия, говори, стихе 19. В отношении сатанинского плена, сатанинского закона. 2 Петра, глава 2, стих 19. В то время, как они обещают им свободу, в то время, как они обещают вам свободу, они делают вас слугами. Они делают вас рабами. И, друзья мои, через кого сатана будет действовать, чтобы поработить массы людей? Он будет действовать через папство. Посмотрите на экран, друзья мои. Мать всех зверей в Америке. Какой документ закрепляет наши свободы? Американская Конституция. Но что говорит Папа в своих энцикликах? Здесь сказана «Великая борьба», 564-я страница. Конституция Соединенных Штатов гарантирует свободу совести. Слова Папы Красным Шрифтом «Абсурдные иеретические доктрины или бредовые учения, защищающие свободу совести, Римская Католическая Церковь, говорит, является самой опасной ересью». И затем сказано «Церковь не должна применять силу, чтобы давить на ваше сознание». Что произошло в Нью-Йорке? Мать всех зверей, лекарства зверя, мандат зверя, купцы зверя, деньги зверя. Для какой цели, друзья мои? Надавить на ваше сознание. Пробудитесь, братья и сестры. Не говорите мне, что вы не можете это увидеть. Нужно ли вам пойти в оптику и найти офтальмолога, и приобрести очки? Или вам нужно взывать о Духе Святом, чтобы ваши глаза были помазаны небесной глазной мазью, чтобы вы могли видеть? Не говорите мне, что не можете видеть это. Посмотрите, друзья, на то, что говорит Декларация Независимости в Америке. Все люди сотворены как? Равными. Им дарованы Творцом определенные неотъемлемые права. Среди них право на жизнь, свободу и стремление к счастью. Но, что говорит Мать всех зверей? Вы видите, почему опасно поклоняться Воскресенье? Вы не должны иметь ничего общего с этой властью, папством. Он ходит, ну, теперь его передвигают в инвалидном кресле. Молитесь за меня. Молиться за кого? Когда они обещают вам свободу, их политика заключается в том, чтобы вас привести к рабской зависимости, к рабству. Посмотрите на это, друзья. Авраам Линкольн. Кого я назвал? Вы помните его? Он писал о иезуитах, о папстве, о матери всех зверей. Если бы американский народ мог узнать то, что знаю я о лютой ненависти римских священников к нашим учреждениям, нашим школам, нашим самым священным правам и нашим свободам, приобретенным дорогой ценой, американцы бы завтра же изгнали их из нашей среды или расстреляли их как предателей. Авраам Линкольн сказал, «Я знаю, что иезуиты никогда что? не забывают и не оставляют». Вот почему мы пришли сегодня на это субботнее служение. Потому что Бог поручил мне миссию. Что это за миссия? Пробудить вас. Посмотрите на слова красным шрифтом. Великая борьба, 566-я страница. Народ должен пробудиться, чтобы сопротивляться наступлению этого высшей степени опасного врага чего, друзья мои? Гражданской и религиозной свободы. Эта проповедь не колыбельная. Ваша свобода под угрозой. И то, чем вы теперь наслаждаетесь, однажды у вас не будет к этому доступа. Это вопрос жизни и смерти. Откровение глава 18 подтверждает, что папство будет действовать через гражданских руководителей и купцов. Откровение глава 18 посмотрите на стих 2 и 3. Стих 2 это Вавилон мать всех зверей. Стих 3 говорит, что она связана с царями, с купцами, то есть с купцами зверя. И что они будут делать? Они будут вести войну против ягненка. Они будут вести войну против тех, кто с ягненком. А ягненок это Иисус Христос. Вот почему я говорю вам подобно тому, как Христос был ягненком на убиение. Все верные христиане, все верные соблюдающие седьмой день свободы будут как адмцы на убиение, помеченные меткой на смерть. Откровение глава 17 посмотрите на стих 12. Друзья мои, есть надежда. Есть что? Стих 12. Десять царей связаны со зверем. Стих 13. У них одни мысли. Стих 14. Они будут вести войну с кем? С ягненком. Вот так. И ягненок скажите мне победит их, ибо он есть Господь Господ и Царь царей. И те, кто с ним есть, какие званные и избранные и какие верные. и как сатана, как папство, мать всех зверей, как купцы, как цари, как губернаторы, как мэры будут действовать, чтобы лишить нас свобод. Послушайте меня внимательно. Они будут создавать на земле кризисы, чтобы лишить свобод каждого человека. но сатана охотится за одной конкретной группой. Я хочу, чтобы это осталось в вашей голове. Я дам вам Библию. Это все связано с поклонением. Вы помните Ирода, рождение Иисуса Христа? Мудрецы, говорит Библия, пришли с востока. Они пришли в Иерусалим. И что они сказали? Где тот, который должен был родиться? Царь Иудейский. Потому что мы пришли, чтобы что? Закончите. Мы пришли, чтобы поклониться Ему. И стих 3 Матфея, глава 2 говорит, что весь Иерусалим и Ирод встревожился от этого сообщения. Мы пришли Ему поклониться. Он царь Иудейский. Ирод боялся своего соперника. Ирод боялся кого? Своего соперника. И что Ирод приказал сделать в первое пришествие Христа, скажите мне? Убить всех младенцев мужского пола. Сколько пострадало? Сколько родителей в Иерусалиме пострадало? Ирод стих 16 стих 17 стих 18 Матфея 2 главы говорят, что был плач, рыдание истинание. За кем охотился Ирод? За сколькими младенцами Ирод охотился? За одним. А сколько пострадало целый город и все его пределы? Почему будет введена CBDC? CBDC это цифровая валюта Центрального банка, система наблюдения. Сколько людей пострадает, я бы сказал, от вторжения правительства? Каждый человек. Каждая транзакция будет известна правительству. Вы не сможете пойти к соседу и сказать, продай мне твою газонокосилку. И это частная транзакция. Правительство должно знать все. Это идет куда? В базу данных. За кем охотится дьявол? За кем охотится папство? За своим соперником? Какой спорный вопрос с поклонением? Кого папство пытается уничтожить и стремится контролировать? Мониторинг зверя. за верным Божьим народом? За народом, соблюдающим субботу? Мы вместе? Почему вышел мандат? Нет укола, нет работы? Сколько людей пострадало? все. Ну за кем дьявол охотится в последние дни? Он выходит на сцену. Нет маски, нет входа в магазин. Нет укола, никаких покупок. Нет укола, вы не можете путешествовать. Есть ли здесь кто-нибудь из Канады? Что случилось там с автоколонной дальнобойщиков? Вы помните что? Нет укола, вы не можете пересечь границу. Нет укола, вы не можете ехать. Нет укола, нет работы. Все начали страдать. Но за кем охотится сатана на основании откровения главы 14? За Божьим верным народом, соблюдающим заповеди. За народом, соблюдающим седьмой день субботний. За его соперником. Вы помните фараона и Моисея, который находился в Египте? Когда сатана понял, кто должен родиться, его соперник, избавитель, какой закон он принял через фараона в стране? Убить сколько? Убить всех младенцев мужского пола. Сколько семей пострадало? За кем фараон сатана охотился? За одним. За сколькими? За одним. Я не услышал, друзья. За сколькими? За одним. Поэтому в Матфея главе 2 нам сказано, то, что происходило в прошлом, повторится. Вопрос, неужели папство закрыло целый город, чтобы уничтожить одного соперника? Сколько из вас помнит человека по имени Янгус, реформатора? Посмотрите на экран, здесь сказано, это матерь всех зверей.